Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Илья Коровин, Союз трейдеров, ответы на вопросы. В рамках этого эфира наш коллега, трейдер из города Калининграда, председатель Союза трейдеров, уже с нами. Илья, приветствуем вас. Доброе утро. Приветствуем. Коллеги, ваши вопросы в чате можно уже писать. Ну, а мой вопрос к Илье связан с рынком прошлой недели. Доллар глобально укрепился. Естественно, сегодня, в понедельник, в день аналитики, идут споры. И что же дальше? Поэтому, как человеку, который никогда не делает прогнозов, я с особым удовольствием задаю вопрос. Илья, доллар глобально, на ваш взгляд, может дальше ослабевать? Или вот это движение было импульсным и остановлено? Чего ждать на этой неделе, как думаете? А доллар в какой валюте? Доллар глобально и к валюте, и к фонде, и к золоту, и к нефти. Ну, я не знаю, я этих тенденций не вижу. Вот на доллар-евро смотрю, ну, да, за неделю было укрепление на две фигуры. Но, опять же, смотрим большие графики и видим, что это обычный диапазон, который мы наблюдаем с июля 2020 года. То есть, он в этом диапазоне болтается, не выходит из него. Мы даже в этом диапазоне, по портфеле, по заявкам уже несколько раз прокатились, решили положительные сделки, разбавились. То есть, в общем, ну, в пределах двух-трех фигур на протяжении почти года. Не знаю, о каких здесь глобальных тенденциях можно говорить. Ну, вот, рубль, доллар, если посмотреть, ну, в принципе, тоже ведется достаточно спокойно. Ну, понятно, учитывая специфику рубля, диапазон пошире. Входит там в пределах процентов 7 за этот же срок. Ну, грубо говоря, то есть, если совсем уж смотреть, там, 72-х, там, до 80, да ладно, 10% условно. И то 80 было достаточно давно. Вот, сейчас мы вот как раз 72 пытались пробить. Была куча новостей на укрепление рубля. Но все равно 72 так и не пробили. И сейчас 73-23, то есть, опять вернусь вот в этот вот диапазон. Так что, в принципе, не вижу никаких вот серьезных сдвигов в этой истории доллара по отношению к нефт. Просто дорожает. Тоже целенаправленно. Никаких новых здесь тенденций нет. Уже дорожает вот с момента памятных всем апреля прошлого года, самых низов. Да, ну, и вот мы видим постепенно-постепенно рост. Достаточно плавный. График вообще вот прям такая ровная линия наверх. Особенно последние пару-тройку месяцев. Даже сильных коррекций никаких нет. Вот такой прям нетипичный для нефтеграфик. Вот, так что, в общем, ну, я вот в своем... Каждый, конечно, видит рынок, преломляя через собственную призму отношения к всему. Но вот я пытаюсь объективно его оценивать. На волосной фон я не смотрю. Я смотрю то, что непосредственно происходит в ценообразовании. И вот я не вижу тут каких-то серьезных движений. Ясненько, понял вас. То есть вас эта эйфория не охватила. И вы, так сказать, спокойно продолжаете работать по своему плану. Спасибо за ответ на этот вопрос. Следующий вопрос Джеймс Бонн задает. Илья, как главный правовед, это новая должность у Ильи Коровина, скажите, управление на Форексе через пароль трейдера деньгами, без наличия лицензий, квалифицированных инвесторов и так далее, это незаконное предпринимательство? Мне просто на той неделе предлагали хорошие деньги в управление. Пришлось отказаться. Какой вопрос серьезный. Ну да, тут целый букет комментариев может быть. Ну смотрите, первый момент. Форекс сам по себе. У нас в стране под таким вопросом, лицензирован он, не лицензирован. То есть, я не знаю, Игорь, может быть, лучше меня следит. Сколько у нас компаний в России, форексных компаний реально сейчас имеют лицензию, которая выдана и не отозвана. Что-то мне такое кажется впечатлением, что это можно пересчитать один, два, там, да, ну какое-то очень небольшое количество. Три или я? Три, да. Ну вот, как бы уже, да. То есть, первый вопрос, вот через какую контору вы работаете, лицензирована она в России или нет. А, предположим, ну, если она не лицензирована, понятно, что все это находится за пределами уже как бы легитимности, да. Если она лицензирована, тогда уже смотрим на конкретно, как могут трактоваться ваши действия. Вот вы называете управление, да. Ну, если мы говорим про доверительное управление, то передача паролей не является доверительным управлением, потому что не переходит фактической передачи денег. То есть, пароли, если я понимаю, трейдерские, это пароли на совершение сделок. Если эти пароли не предполагают, что вы берете и переводите деньги на свое имя, то здесь доверительного управления нет и под эту лицензию вы не попадаете. А что здесь может быть? Какие признаки, какой еще деятельности? Признаки, как бы, индивидуальных рекомендаций. Вот тут, да, тут в лоб этот признак есть, потому что если вы нажимаете кнопки на счете, принадлежащие другому человеку, то фактически вы реализуете собственные индивидуальные рекомендации. То есть, вы рекомендуете и приводите их в действие. То есть, эту лицензию, этой лицензии у вас нет. Для того, чтобы иметь право предоставлять индивидуальные рекомендации, вы должны быть в реестре Центрального банка и еще там куча-куча требований. Контролеры у вас должны быть в штате, вы должны быть оформлены, СРО вы должны вступить, платить там налоги еще и помимо налог на прибыль еще НДС вроде бы до сих пор не убрали. Ну, скорее всего, уберут, но на данный момент пока и не убрали. В общем, там целый букет тоже идет. Вот, это если мы говорим про рекомендации. Как еще может выглядеть эта деятельность с правовой точки зрения? Если вам доверенность дали на управление счетом, ну, как бы на вот нажимание кнопок, опять же, да, доверенность. Это третий вид юридического взаимодействия, который может быть для доверенности, рецензии никакие не нужны. То есть, вы можете нажимать кнопки по чужому счету, если вам, как бы, хозяин счета это доверил. А в принципе, могу сказать, что даже если доверенность не оформляется, но передача ключей каким-то образом явно переходит, ну, как бы, явно фиксируется, да, в переписке, там, каким угодно образом, то это, в общем, тоже свидетельствует о том, что хозяин счета в курсе, что вы нажимаете кнопки по ему счету, и в этом случае юридически он несет всю ответственность за ваши действия. То есть, если вот этим ограничивается, да, передача ключей с доверенностью, либо без доверенности, согласия, и происходит нажимание кнопок, то это просто деятельность по доверенности. Она не лицензируется никоим образом, вот, но если дополнительно к этой деятельности заключается некий договор на, как бы, оплату, вот там уже вопрос, вот, что там будет прописано в договоре, если там признаки, там, доверительное управление, или там, консультирование, и так далее, и вы просто выполняете работу, вот, как бы, вам дали доверенность, вы нажимаете кнопки, да. Вот, поэтому, как бы, там нюансы важны. Если это никак не оформляется, просто вы на доверенность, или просто передали ключи, и больше никаких финансовых взаимодействий между вами не происходит, то это точно не является никаким незаконным предпринимательством, потому что там нет факта получения денег, да. То есть, если мы говорим о какой-то незаконной предпринимательской деятельности, это оплачиваемая деятельность, да. Вот, если вы никак не фиксируете передачу денег, то, в общем, вопрос о законности-незаконности здесь не стоит, но вы должны понимать, что это очень шаткая схема до первого недовольного клиента, да. То есть, если мы предположим, что у вас пошел с клиентом какой-то конфликт, то он может стать источником информации о том, передавались ли вам деньги, как это все, как бы, с вами было согласовано и так далее. Не факт, что это будет, приведет к каким-то серьезным проблемам, вот, что за это возьмется Центральный банк, за этот кейс, там, или правоохранительные органы, но, в принципе, если вы спрашиваете, вот, в лоб, да, как бы, есть нарушение, нет нарушения, то вот признаки я постарался вам показать. У нас сейчас непонятные даже санкции за нарушение закона об индивидуальных сессионных рекомендациях. То есть, де-факто закон есть, нарушить его можно, поскольку там есть очерченные рамки, а вот что будет за нарушение, непонятно совершенно. Вот, поэтому легитимность это одно, степень наказания тоже другой вопрос. Спасибо большое, Илья, понял вас. Двигаемся дальше. Виктор Ильхач, Калининград, спрашивает, Илья, вы в марте говорили, что когда управляли, друзья, это было раньше, до принятия закона, вот, когда управляли, брали из клиента 16%, почему не 14% или не 16,5%, да, вот откуда эта цифра 16%? Ну, на самом деле, тоже точно такая же была история, то есть, никакого управления, да, доверить нам быть не может, если вы деньги в руки не берете. У нас были договора о консультировании, то есть, мы действовали жестко в рамках того законодательства, которое было на тот момент. А с 19-го года договора о консультировании фактически приравнены к индивидуальным сессионным рекомендациям, поэтому больше мы этим не занимаемся. Не я, не моя компания, а консалтинговая, на которой все это дело оформлялось, в которой я был сотрудником. Вот, что касается процентов, они, как бы, сформировались, скажем, исторически. То есть, сначала, очень давно, когда-то была у меня градация 20% от прибыли до, после налогообложения. Вот, если я правильно помню, давно это уже очень было. Вот, то есть, была вот такая, просто, ну, круглая цифра. Потом, в какой-то момент, когда появилась уже большая инфраструктура, там, зарплаты и так далее, и так далее, мы стали брать 0,2% в месяц еще как менеджмент фей, да, то есть, по аналогии с разными другими похожими историями. Соответственно, когда менеджмент фей ввели, надо было уменьшить процент от прибыли, поскольку, ну, чтобы это было, примерно выходило на те же самые деньги, да. Соответственно, 20% они снизились, и когда мы считали, сколько там примерно должно быть по средней доходности, чтобы скомпенсировалось. Вот мы выслали там на цифру примерно 16, вот, а потом еще убрали, давно сейчас там было 17 с копейками у нас получилось, а потом мы убрали, значит, условия до налога, так я скажу сейчас точно, как бы у нас, чтобы легче было считать, мы сделали до налогообложения. То есть, сначала было после налогообложения, мы сделали до налогообложения. Соответственно, как бы цифра тоже была скорректирована. Вот, и там она примерно получалась около 16, и вот мы ее округлили до 16, чтобы было ровно и понятно. То есть, грубо говоря, цифра первоначальная самая, которая была 20% после налогообложения, превратилась в цифру 16 до налогообложения, плюс менеджмент фей 0,2% в месяц. Вот, но на самом деле там еще были градации, у меня, если был очень крупный клиент, то мы снижали цифру 16, тоже там меньше. То есть, по самым крупным клиентам у меня было 12% от прибыли всего лишь много. Вот, так что, в общем, это были очень небольшие деньги, если сравнить по рынку, ну, обычно 20 и выше, есть и 50, кто как бы брал. Сейчас не знаю, сейчас многие, опять же, свернули эту деятельность, официально, по крайней мере, из-за закона, но 50 тоже была достаточно распространенная цифра, насколько я знаю, по рынку. Ясненько, поняли вас, спасибо, Илья. Виктор задает еще один вопрос. Значит, вы раньше говорили, что много на биткоине не заработаешь, и объясняли почему. Однако сами спустя пару лет вкладывали значительные деньги, ну, имеется в виду биткоин. Ну, надо, на самом деле, проверять сюда источники информации, да, то есть, если посмотреть, в каком видео и в какую дату я говорю про то, что на биткоине много не заработаешь, и посмотреть, когда я вкладывал в биткоин, то это произошло не спустя пару лет, а спустя пару месяцев. Может быть, даже меньше. Вот, там, может быть, даже месяца полтора было между этими двумя событиями. И когда я вкладывал деньги в биткоин, то тоже все это в эфире, в прямом, как бы, показывал, рассказывал. И Андрей Верников много тогда было интервью, я давал на эту тему, и в Фейсбуке об этом, прям демонстрация экрана. Вот, история, ну, объяснял всю эту историю. Как бы, была следующая ситуация, что когда я оказался случайно очень популярным спикером по биткоину и вообще по блокчейну в 2017 году, то есть, начал я просто с того, что стал высказываться на эту тему, объяснял, там, признаки пирамиды, которые были уже очень плотные, которые все потом оправдались. А вот, но объяснял не огульно, то есть, с примерами, с историческими, там, со всякими разными по ценообразованию, и всему остальному. Меня стали приглашать, в том числе, в крипто-тусовки, для того, чтобы, ну, вот, проводить определенные дискуссии на эту тему. То есть, даже крипто нам нравилось, что их критикуют, ну, обоснованно. Вот, возникали всякие дискуссии, в том числе и на Московском финансовом форуме, на панели правительства Москвы меня пригласили участвовать, там была такая серьезная панель, были представители комитета Госдумы по цифровой экономике, были там люди, которые от Майкрософта занимались криптою, ну, сейчас, может, Александр Голоштейн тоже занимается, Ирина Сидоренко и так далее. Вот, мы там все это подробно обсуждали. Вот, с лекциями я ездил, там приглашали меня всякие брокеры, цереком делали несколько лекций по криптою, и в Калининграде, и в Казани. И, в общем, постепенно меня стали спрашивать на всех этих лекциях, вы сами торгуете криптой, или вы ее критикуете, не имея практического опыта. Вот, я говорю, ну, в принципе, я практического опыта не имею, поскольку сам говорю, что это опасно. Но, тем не менее, в лекциях я говорил, что на 5% от капитала в крипто можно поиграться, ну, потому что интересно, там пляшет и так далее, да, то есть любая рискованная стратегия имеет право на жизнь, если вы вкладываете на небольшую часть от капитала. И мне в аудитории задают, ну, хорошо, на 5% от капитала, вы же сами говорите, что можно, почему не вкладываете? Тогда бы вы критиковали уже более обоснованно, как практик. И в какой-то момент я решил, да, ну, это справедливый аргумент. Вот, и пошел вот в эту тему, то есть, опять же, публично показал, что вот давайте я как практик пройду этот путь. И для того, чтобы он был уже максимально полным, я там сделал разные совершенно способы, как бы, то есть, надо сначала крипту это купить, потом завести на биржу. То есть, я проверил, как это происходит в безналичной форме, покупал крипту на специальных, там, криптообменниках. В наличной форме я тоже купил крипту. В Москве там тоже через криптотусовку, через напосновку, какая это происходит. Вот, потом, ну, зарегистрировался на нескольких криптобиржах. Вот, выбрал из них, ну, прошел верификацию, потом выбрал одну из них, битфиник, завел туда деньги. Вот, и, соответственно, все прям, как бы, в прямом эфире это рассказывал, демонстрации, там, в том числе и портфеля своего. Вот, ну, и получилось достаточно удачно, потому что, когда я входил, ну, я входил в биткоин, потому что через биткоин можно только зайти на биржу. Вот, он стоил 7 тысяч. Соответственно, я примерно посчитал, что, ну, вот я могу вложить в крипту примерно 100 тысяч долларов. То есть, ну, примерно, там, 5% своих активов. Вот, и 100 тысяч долларов я решил вложить не сразу единым куском, а поскольку в биржевых, во всех этих историях, предоставляются плечи, а я, в принципе, ну, одним из рисков говорил, что криптобиржи, вот эти самые ненадежные сайты, и могут обанкротиться. Кстати, потом, когда прошел обвал, очень многие из них закрылись, вот, и в криптобирже уже такое очищение произошло. К счастью, вот тот битфиникс, на котором я работал, он устоял, вот, но, тем не менее, доверия не было. Я говорил, чтобы не рисковать, как бы, вот, банкротством биржи на все 100 тысяч долларов, я заведу 30, возьму третье плечо и просто буду поддерживать там, вот, объем 100 тысяч через плечо. Но 70 тысяч буду держать наготове, но рядышком. Чтобы, если там какие-то серьезные падения будут, я добавлял. Но постоянно держать сотку на бирже, я считаю неправильным, потому что надо еще контролировать не только рыночные риски, но риски инфраструктурные. Это тоже было в рамках рассказа о рисках. Я рассказывал о разных видах рисков, которые с криптой связаны, и традиционные, и нетрадиционные. В общем, показывал на практике, как это сделать правильно. То есть даже если вы 5% выделили, не нужно 5% все загонять, вы можете загнать там 1,5-2% и вот таким образом поддерживать, если что, плечо, но добрасывая деньги. Вот, ну и вся эта история, поскольку я заходил, как бы, на росте, по 7 я заходил, через месяц крипта была 14, вот, и поскольку я заходил на плече, то у меня получилось на вложенные суммы там примерно трехкратный рост. То есть я 30 тысяч заводил, 112 там что-то в итоге у меня было на счете. Я выявил потом, тоже опять же показывал, как правильно работать с рискованным активом. Вот вы вложили, вот вы заработали, выводите все, что вы вложили, выводите какую-то часть прибыли, оставляйте там только прибыль, вот, и уже на эту прибыль спокойно работаете, понимая, что даже если вы там все потеряете, в целом вы будете в плюсе, потому что вы уже вернули все, что вложили и вернули прибыль. Кстати, это один из приемов, который я показывал при торговле, как бы, по стратегии продажи волатильности. Тоже часть в портфеле заводите, и когда уже прибыль устраивает, ну, там мы там зарабатывали стабильно, там, ну, по 3-4% в месяц. Скоро говоря, и в какой-то момент, вот, там, через год, через два уже можно было и прибыль снять, и первоначальные деньги снять и оставить там то, что, а, как бы, ну, уже какую-то часть прибыли, которую не жалко потерять. Ну, в общем, это, я постоянно вот в курсах по-разному вот показывал взаимодействие с рискованными стратегиями, с нерискованными. То есть, money-man это он первичит. Вот, поэтому так и получилось, что я зашел, как бы, на биржу просто показать, как это делать правильно, и нарвался еще и на рост, и вот, ну, можно сказать, случайно, быстро много заработал. Вот, ну, и тоже показал, как в этом случае действовать. Ну, а потом, когда уже выходили, значит, биткоин выходил на фьючерсный рынок, когда традиционные биржевые площадки стали уже вводить на него фьючерс, я тоже все это сопровождал комментариями, написал на фейсбуке, ребята, что вот это с очень большой вероятностью конец пузыря, потому что как только появляется механизм откешивания как бы разогнанного актива, не через сам актив, а через деривативы, возникает возможность как бы окешиться тем, кто это делает, и выйти. Потому что любой пузырь, это там три стадии, вот последняя стадия это окешивание вот толпу на хайли. Ну, то же самое, что и произошло, биткоин после этого, мы знаем, он рухнул там примерно в шесть раз, альткоины больше, чем в десять раз, все это два года потом лежало, и вот через два года с этих низов вот новый только рост начался, ну, буквально несколько месяцев назад, вот то, что мы сейчас наблюдаем, я опять сверху в два раза биткоин упал. Вот, так что все вот так вот было, все в паблике, все с объяснением, и все это было достаточно в онлайн, больших расстояний там между тем, что я говорил, не надо вкладываться больше, чем на пять процентов, и тем, как я сам показал, как это сделать, это было там несколько, ну, недель можно. Я понял вас. Ясненько, Илья, спасибо вам большое за ответ на этот вопрос. Джеймс Бонд уточняет, Илья, а обзор рынка на основе своей торговой стратегии за деньги можно делать без лицензии? Обзор рынка за деньги в принципе делать можно, но опять же там в нюансах очень важно. Есть в законе об индивидуальных резонансовых рекомендациях прямо дисклеймер, прямо написан в законе, который вы должны разместить на своих ресурсах, чтобы вот подобный вид деятельности не был воспринят аудитории как рекомендации. Ну, это вот мы многие много раз уже это слышим от многих аналитиков или выступающих, что все, что я говорю в этой передаче или в этой статье, все, что я написал, не является индивидуальной институционной рекомендацией. Но на самом деле там есть более длинный дисклеймер, прямо в законе прописан. Вот для, совсем для полной гарантии я предлагаю, ну, вот когда ко мне обращаются с подобными вещами, вот если вы где-то обзор делаете на постоянной основе, вот разместите прям полный дисклеймер из закона, это вот такой большой достаточно абзац, чтобы уже точно было понятно, что это не институционная рекомендация, вы согласно закону дисклеймер разместили. Вот это первый вариант, который нужно сделать, обязательно дисклеймер. Второй вариант, конечно, опять же, что за рекомендации, да, вот можно ли их приводить к индивидуальным институционным. Говорите ли вы в целом, что вот сейчас там Газпром там или что-то там, СНП имеет шанс там дальше вырасти, да, это одна история. А другая история, когда вы говорите, что вот сейчас вот давайте по этой цене как бы купим, да, все, как бы уже немножко больше похоже на джанинский институционный рекомендацию, но все равно это не она не является, но просто чуть-чуть больше признаков. Но самый главный признак это оплата за что берется. Если берется оплата просто за подписку, например, да, то точно нет, это не является индивидуальной рекомендацией, поскольку у вас, ну, просто идет как бы как СМИ вы, да, выступаете здесь, как бы обзор, просто берете за просто подачу информации на постоянной основе, да, вот, ну, или даже там деньги за каждый обзор, вы можете там рассылать за деньги обзор, вот, это просто плата за вот информацию, но если вы берете плату за результат ваших рекомендаций, то тут уже очень близкий признак к тому, что это лицензированная деятельность. Вот за что вы берете деньги и как это оформляться, тоже очень важно. Вот, если вы берете просто за обзоры, за подписки, показываете там все, что угодно, свою торговлю, обзоры, вот, как я делаю, модельные портфели, делаете дисклеймер, вот, и либо деньги вообще за это не берете, либо берете просто за подачу информации, не привязываясь к результату сделок, то это точно не подпадает под закон, но еще и дисклеймер обязательно все равно разместите, чтобы просто формальных признаков уже к вам придраться не было. Да, конечно. Спасибо большое, Илья, за ответ на этот вопрос. Коллеги, мы на Ютроид ТВ, хотя мы, у нас разные, как бы, коллеги выступают, никто, как бы, не продает свою аналитику через Ютроид ТВ, но, тем не менее, у нас тоже на сайте внизу написано, что никакие мнения, высказанные на Ютроид ТВ, индивидуальными торговыми рекомендациями не являются. Вот, это обязательное требование, что бы вы ни делали, сразу отодвиньтесь от этого положения. Ну, кстати, 18+, тоже поставьте на всякий случай, это, знаете, сейчас запрещено, чтобы, не дай бог, дети какие не попали на вас, и потом еще, с детьми еще не было вопросов. 18+, как бы, на разных ресурсах ставить, но в данном случае обязательно, друзья, обязательно, чтобы только совершеннолетние люди на вашем ресурсе имеют право работать. Спасибо, Илья, двигаемся дальше. Ну что, давайте посмотрим портфель по заявкам, как там дела, какие новости, есть ли доходность. Да, давайте, включаем демонстрацию. Коллеги, пожалуйста, ваше предложение по портфелю по заявкам, какой инструмент купить, мы с удовольствием вашу идею примем и на ней заработаем. Сейчас видно? Видно, хорошо. Ну вот я покрупнее сделал, меня уже просили в комментариях делать покрупнее, чтобы было видно. Так, ну давайте начнем немножко сейчас нетрадиционно, начнем с конца. Просто интересная у нас история произошла на путах на серебро, который мы покупали на прошлой неделе. Игорь, если я вроде правильно помню, в вашем была заявка, да, 27 с половиной путей вот мы выбирали, ну, как бы вы мне сказали, страйк, да, и вот текущий страйк мы брали по 1,6 и поставили прибыль на сделку 50% на сделку я поставил прибыль, вложил 1% в эту позицию и 50% соответственно это было 2,4. И вот эта вот сделка, она исполнилась буквально через 3 дня. Сейчас я открою историю, выведу прям историю именно опциона. Вот она лучше всего видна на Квике. Давайте посмотрим. Подгрузится. Вот у нас там, если помните, серебро стало падать где-то 16-го, если я не ошибаюсь, сейчас график самого серебра тоже откроем, чтобы это была связь серебра с путами. Но поскольку мы брали путы, это была ставка на падение, вот, и где-то вот, ну, вот 14-го, до 14-го, вот здесь вот примерно мы заходили где-то, ну, 27,5 был центральный страйк, соответственно, где-то здесь мы заходили с утра 14-го числа. Вот, потом серебро отросло, то есть это было против нашей позиции, у нас в этот момент путь как бы снижался в стоимости, потом примерно вернулось там, где мы открывали позицию, и вот 17-го, ну, 16-го вечером вот началось это движение. И, соответственно, движение вниз, оно было нам на руку, поскольку путы это позиция вниз, и, соответственно, путы стали расти в этот момент. Вот, сейчас мы их выведем на экран. Прямо графиками выведу. Давайте посмотрим. так, 27,5 мы брали, сейчас уточняем, какой, 16,09, все правильно, я помню. Вот, 16,09, 27,5 сейчас мы откроем график, посмотрим, как он себя вел. ну, это вот история, сейчас сделаем масштаб поинтересней. А, вы знаете, я лучше с фейсбука покажу, что-то у меня здесь не хочется подгружать историю более глубокую. я все это делал, когда все это исполнилось, я написал в телеграм-канале, естественно, в нашем бесплатном открытом для членов союза, мы там все сделки, которые исполняются в онлайне, ну, и на фейсбуке сделал пост, вот, я тогда брал график, вот здесь видно, вот, 14 числа мы зашли, когда серебро росло, у нас путь снижался, потом серебро вернулось примерно к нашей точке взятия, вот, стала колебаться цена вокруг нашего страйка, и потом серебро стало падать, и путь стал расти, ну, и, соответственно, вот, по 2,40 наша сделка исполнилась вечером 17-го числа, то есть, через трое суток фактически, после входа, ну, вот, я об этом написал, что, фактически удачно очень получилась сделка, потому, что мы за три дня заработали 50% на вложенные деньги или полпроцента в счет, вот, так это все выглядит, сейчас, как вы видите, цена 2,55, то есть, тоже выше, чем 2,40, но она уже ходила и ниже, вот, за этот день, это изменение последних суток, вот, ходила ниже, сейчас опять вернулась чуть выше, ну, потому, что серебро опять поддавливает вниз, да, как мы видим, вот, тогда это на этом движении резко путы выросли, потом, какой-то вроде откат наметился, сейчас опять нижним ценам диапазона вернулась, в общем, ну, мы уже закрылись, прибыли, все хорошо, у нас, то есть, на самом, сильно, сильно выше нашей заявки опционы не ходили, то есть, может, как мы поймали там близко кверху, тоже приятно, вот, поэтому начнем с этой сделки, занесем ее в портфель, 17-го это произошло, 2,40, вот, все уже, обработку мы стираем, поскольку у нас уже произошла сама сделка, 23-я сделка закрыта с прибылью, полпроцента к счету зафиксировано, 6,3 вырос, на этой сделке счет, новая у нас доходность, 5,8 была, соответственно, 14-го числа, сейчас, пока запишем, 6,3, потом посмотрим, с нее начал, чтобы она у нас сильно не, как бы, дезориентировала у нас доходность, и сначала запишем ее, а потом все остальные сделаем, вот, ну, теперь традиционно идем на GX, смотрим, 10,2, чуть-чуть опять выросли, прям приятно, тренд такой, по 2 цента, в неделю, но растет, так, евро, евро мы сегодня уже смотрели, евро упало, так, сейчас, видим ее опять, 18,92, мы продавали по 21,99, 18,92, сейчас, в принципе, давайте, в евро еще возьмем, вот, поскольку мы продавали на 3 фигуры выше, наши последние 5%, восстановим нашу позицию, опять, доведем евро до 10, то есть, это все вот работа с той самой первоначальной нашей заявкой, сейчас мы ее, вот таким образом, отметим, 21, июня, опять покупаем евро, но уже по 1, 18, проверяем, там 99, или сколько там, 11,18, 94, так, 5%, опять в портфель вложили, убираем жирный шрифт, она еще не исполнена, ну и выставляем по ней цель, так, ну давайте цель, фигурку возьмем, 100 пипсов, чтобы было просто считать, 1,19, 94, 94, так, записали, по евро у нас это уже будет, ну фактически, вот первая заявка была, потом разбавили, это 2, продали разбавленную 3, продали половину, первоначально эти 4, и сейчас эту половину опять купили 5, то есть, мы с евро очень активно работаем, ну она у нас в прибыли давно уже, мы могли ее все закрыть, всю эту историю, но я просто хочу показывать эту работу с портфелем, мы будем упорно дожидаться, пока у нас первоначальная покупка дойдет до 1,22, 82, а все это время пока не происходит, мы работаем с этой позицией, не увеличивая размер первоначально вложенных как бы средств в нее, все это здесь в истории отображается, Tesla, Tesla 1, так, 626,69, выросла за неделю, записываем, ничего не делаем, поскольку 7,64 у нас встает цель, Мосбиржа, Мосбиржа, ну ходила она в 180 на этой неделе, у нас цель 184, поэтому у нас ничего не исполнилось, просто записываем текущую цену, 175,57, ну это фактически, как на прошлой неделе, в итоге, вот, ну и близко к нашей цене взятия, даже здесь вот дробные проценты даже не показывают, фактически, та же цена, где у нас была покупка изначальная, Яндекс.НВ смотрим, 5,095, еще подросли по отношению к прошлой неделе, но у нас 5,190 стоит цель, до цели не доходим, уже в прибыли, все нормально, но ждем просто цель, записываем текущую сделку, а, путы на S&P, кстати, тоже должна быть что-то положительное для нас, поскольку S&P на этой неделе подвалился, проверяем ее, у нас путы на S&P, вот у нас путы на S&P, напоминаю, да, что у нас январь, страйк, 21,01, 22, 420 страйк, все заявка у вас, зрителя, 24,56, последняя сделка, 24,56, записываем, вышли мы опять в прибыли относительно нашей покупки, поскольку брали мы по 24 ровно, но цель у нас стоит тоже амбициозная, на этой сделке я хочу заработать 100% на вложенный капитал, ну, пока не пока такие мысли, поскольку полгода еще у нас есть, долго еще можно, рынок может определяться, что пойти в нашу сторону, мы все эти шансы ему даем, поэтому даем возможность S&P еще сильнее просесть, чтобы у нас 100% на вложенные 2,5% в эти путы исполнились, такая у нас агрессивная позиция, но без плечей, без стоплосов, поскольку это позиция опционная, кредита здесь никакой в этой позиции нет, 2,5% всего лишь вложено от портфеля, так, Siemens, Siemens акции, 134,36, припали мы немножко по отношению к прошлой неделе, 143 мы ждем, смотрим на всякий случай, не ходили мы в 143, 143 была цена, но это было в мае, то есть до того, как мы купили, нас интересует последняя неделя, в последней неделе таких цен не было, вот, ну и крипту долго мы купили, крипта у нас сейчас под давлением находится, вот, 2,582, правильно, да, мы рассмотрим, да, 2,5, а вот есть, есть эндок, да, этот самый, там лотность другая, мы брали, который у нас с другой лотностью, который через 0, он торгуется, 0,25, 4,5, 7, сильно крипта припала, на этой неделе, на то она и крипта, да, как нам, крипта резко подгодила доходность, всего 5 процентов уложили, да, но сама история упала где-то на 20 процентов, да, и 20 процентов на 5 дает минус 1 процент по портфелю, кстати, кстати, не купить ли нам, не разбавить ли нам нашу историю с догом, давайте разбавим, все-таки 20 процентов это, ну, понятно, что для крипты это, в общем, в порядке вещей, но тем не менее, с точки зрения классического инвестирования, 20 процентов неплохая коррекция, чтобы разбавить, но разбавим мы аккуратно, опять же, учитывая, что это крипта, разбавим мы не в 2 раза, а на 50 процентов, 2,5 процента мы возьмем, дополнение к нашим пяти, 25, 4, 5, 7 по текущей цене, вот, ну и давайте, вот тридцаткой где-то ее зафиксируем, поставим цель на прибыль, 29,77, пускай будет так, вот таким образом мы поступим, то есть у нас, знаете, я еще что проверю, на всякий случай, а вдруг мы в плюс ходили, это же крипта, так, с момента, как мы ее покупали, купали мы, вот тут, да, ну, ходили мы наверх, но до 36 мы не доходили, купили мы ее здесь, 32,86, 14 июня, ну, где-то вот здесь у нас была покупка, и максимальная цена после нашей покупки была 33,8, окей, то есть прибыли мы были, но до 36,1 мы не доходили, все, тогда все правильно, все проверили, вот, ну, и смотрите, что у нас получается, задача, да, которую я оставлю, 0,4% к счету, отбить, вот это, вот этим нашим разбавлением, если будет отскок до нашей цены взятия, цена еще не дойдет, но мы улучшим эту цену взятия на 0,42% к счету, либо на примерно 16%, 16,9%, да, можно заработать на этой позиции, но на объеме в два раза меньше, то есть, соответственно, улучшим цену взятия, мы примерно там на 8,5%, если цена подойдет снизу к 30%, вот такая тоже работа с позицией у нас, по крикте тоже пошла, ну, и записываем 5,49%, итоговая наша результативная за неделю, то есть мы чуть-чуть снизились, но вот доги нам подгадили, но за счет этих догов будем вылазить наоборот на новые верха, потому что мы с ней плотно работаем, мы в нее вцепляемся зубами, и мы ее без прибыли не отпустим, как, в общем-то, всегда и делаем во всех наших делках. Поняли вас, Илья, отличный план, ну что, мы все рассмотрели сейчас текущие, правильно? Да, все, что есть в портфеле, все рассмотрели. Все, давайте тогда остановим демонстрацию рабочего стола, и перейдем к следующим заявочкам, они у нас уже есть, ага. Ну, я могу тогда демонстрировать, если будут заявки, тогда можно демонстрации не убирать, чтобы прям в онлайне их открывать. Хорошо, давайте, давайте только белую полосу скрыть, нажмем внизу, чтобы она не болталась у нас. Все, Илья, давайте все-таки остановим демонстрацию, я объясню почему, потому что следующее предложение, оно с картинкой, я ее выведу, конечно, раз коллега просит. Вот, значит, Север пишет, есть предложение купить доллар-рубль, но сначала посмотрите график. Давайте посмотрим. Товарищи, у кого нервы, если кто-то вдруг беременный, пожалуйста, так, поосторожнее смотрим на эту картиночку. Вот, потому что доллар-рубль, друзья, Север видит на 138, а затем назад на 73 в рамках своей разметки. Илья, как вам такая идея, покупка доллар-рубль? Ну, цель это понятно, как ориентир дается, как сама идея по себе? Нет, ну, я идеи не обсуждаю, мне нужно, чтобы дали заявку, прям четко, страйк, там все, чтобы я не участвовал в прогнозе. Нам нужно соблюдать чистоту эксперимента. Я не прогнозирую в этом портфеле ничего, мне прямо дают, а дальше я уже с ней работаю уже сам. Поэтому мне дайте прям жестко. Север четко дает, купить доллар-рубль, страйк 90, опцион декабрьский, вот такие условия, 11,53, Север. Ну, я могу сказать, что на 99,99% эта заявка обнулиться, поскольку 90 не будет. Вот, ну, это опять же, как бы, мое отношение к рынку, да, вот, это не прогноз, потому что прогноз, это если бы я сказал, будет 90, вот это прогноз, потому что на нем можно заработать, там, да, вставь позицию, а я просто говорю, что не будет ни 200, ни 90, ни 100, там, да, и так далее. То есть просто для меня это все цифра одного порядка. Точно так же, как рубль-доллар не будет 20, 30, на это знание заработать нельзя. там, продать дальние опционы, она не будет очень дешево стоить. Вот, поэтому, в принципе, я к чему это говорю, что я в такую позицию, понимая однозначно для меня, что она будет, как бы, проигрышем минусовым, да, я просто, я обязан тут заявку принять, но не могу в нее засунуть много, вот, в такую позицию, поэтому, ну, давайте пожертвуем, там, полпроцента от портфеля, и купим эту, эту ситуацию. Вот, теперь посмотрим, сколько она там стоит. Сейчас выведем, соответственно, доску опционов по 90-му, по декабрьскому контракту. Если вы хотите включить демонстрацию рабочего стола, можно будет сразу сделать это. Ну, сейчас я выведу, а потом тогда включу, чтобы сразу. да, понятно. Чтобы секретные разметки не увидели никакие, это понятно вообще. Ну, это просто Квиковская история, 16-е, 12-е, 21-е, нашел. Здесь, да, хорошо. Что-то у меня сегодня этот брокер не хочет нормально заявки выдавать. Это какой брокер он хочет работать? Это у меня открывашка. Не хочет подгружать. Так, ладно, сейчас я посмотрю. Так и не открылся. Ну, что-то, да, ну, бывает, видимо, в настройках что-то. Именно у брокера надо запрашивать, чтобы он выдавал настройки. Ну, с историей вместе. То есть он по открытым таблицам, видимо, сейчас не глушит. Так, ничего, сейчас разберемся. 12-е, 21-е, вот я открыл. 16-е, 12-е, 21-е. 90-й страйк. Ну, там, 245 пунктов, сейчас теоретическая цена. Так, давайте включим демонстрацию, покажу, что все точно. вот, доска опционов, сишка 12-21, 16-го, 12-го, 21-го, экспирация, 90-й страйк, 245, теоретическая цена. Ну, видим, что, да, ликвидность сейчас по декабрю на московской бирже, даже по рубль-доллару, как бы, отсутствует в таком дальнем страйке. В центре ликвидность есть, хорошая, достаточно, ну, для московской бирже хорошая, ликвидность для декабря, но в дальних опционах нет, просто берем теоретическую цену по форме Blackashow, заблаго, есть в опционах параметр, который показывает справедливую цену опциона при прочих рамках. Вот, 245. Единственное, что можно сделать, да, опять же, поскольку эту заявку, эту заявку мне дали, а цену прибыли, я определяю сам, можно поставить на, не на то, что цена выйдет в деньги, то есть 90 не будет, ну, с огромной долей вероятностью, а вот локальное движение в эту сторону может произойти, и опционы теоретические могут подскочить, даже если движение будет, ну, куда-нибудь в район 78, но вот не прямо к декабрю, да, в декабрю все равно они сильно, ну, все равно, если, если 78 будет в декабрю, 90 пункт будет стоить дешевле, 90 пункт будет стоить дешевле текущицы, а вот если мы зайдем в течение ближайших там пару месяцев, в район там 77, или в район 75, зайдем в течение там ближайших пары недель, то этот опцион может подскочить, вот, поэтому мы же не обязаны ждать до страйка, мы можем по цене просто интересу, поэтому записываем call сишка декабрь 21 90 strike 245 текущая цена ну давайте процент, ладно, не будем мельчить, давайте процент поставим на опционы, но с тем, чтобы поймать просто локальное движение, в те же самые, давайте 50 процентов движения пробуем ловить, и цель соответственно на сделку у нас получается 377 с половиной, да, если я правильно считаю в уме, 54 процента, так, что-то я неправильно посчитал, 54, 54, 54, 1, 54, 8, так, 122,5, 367,5, вот так правильно, так, вот они у нас 50 процентов получается, если будет 367,5 и пол процента к счету соответственно ко всему это будет сделка. Ясненько, Илья, спасибо большое, и давайте возьмем итоговый вопрос сегодняшнего дня, Виктор Лихач пишет, Илья, вы торгуете нефтью, опробовали кофе, может купим, не знаю, как это делается. Да, кофе я торговал, и, ну, последние несколько месяцев не торгую, но, в принципе, торговал достаточно активно, ну, давайте на глобусе посмотрим, значит, а берем-то что, мы фьючерсы берем или опционы? То есть, надо заявку конкретную. Сейчас узнаем, Виктор, что, на ваш взгляд, вообще, что вы имели в виду, когда идею давали? А я-то откуда знаю, что очень точная конкретная заявка такая. Давайте, да, еще раз объясним, что портфель по заявкам, когда инструмент дает нам и цену текущую дает нам зритель, соответственно. Фьючерс, давайте определимся так, фьючерс. Да. Вы, кстати, чем торговали в основном? Ну, я опционами, конечно, ну, и фьючерсами тоже, я фьючерсы использую как управление опционами, то есть, для меня опционная позиция первичная, а фьючерс – это способ, не закрывая опционную позицию, ей управлять. Вот, соответственно, ну, сейчас мы берем фьючерс, 150,1, вот стоит кофе у нас, вот, ну, соответственно, давайте пару процентов попытаемся поймать. Кофе – обычный линейный актив, поэтому здесь никаких чудес в виде 50-ти там или 100-ти процентов как в опционах мы не делаем. Так, точная-точная сделка 150,05. 150,05. Размер счета давайте 3 процента. Ну, даже вот так вот фьючерс мы просто эхо начали. 150,05 – 3 процента, текущая 150,05 и 2 процента это будет у нас 153. Да, 1,97. Давайте 153 и 1 напишем, чтобы ровно 2,03 было выше 2 процентов. Так, все, взяли, кэшик у нас еще уменьшился. Так, евро сюда тоже сегодняшнюю запишем. 47 процентов кэша у нас. Нормально. Нормально. Ясненько. Поняли вас, Илья. Хорошо, спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ну, что, я очень рад, как у нас идет этот проект, портфель по заявкам. Я читаю иногда в комментариях ваши дискуссии с трейдерами, которые пишут, да что же это там за полгода 5 процентов, 6 процентов, да что же вы так неудачно торгуете и так далее. У меня такое впечатление, что это реально не трейдеры. Все-таки больше любители особенно поговорить на тему финансового. То есть 12 процентов годовых, ну, 6 процентов за полгода это 12 процентов годовых, это как-то они воспринимают как что-то, что нужно делать за два дня. Понимаете? Это лучшая реакция, это когда пытаются обесценить. Значит, ты точно делаешь что-то ценное. Чтобы человек пошел и заставил себя написать ну как же так ну что-то мало зарабатывать значит что-то его придернуло как говорят психологи что-то его кольнуло мимо он спокойно не прошел значит ну делаем что-то что вызывает эмоции это хорошо. Я всегда за сценой пишу человеку коллега а пришлите свои так сказать итоги вашей торговли приходите на трейд ТВ выступите сразу после Ильи Короина и покажите как надо торговать. Нет на самом деле конечно понятно что все все зависит надо оценивать произведение искусства исходя из жанра в котором оно написано то же самое надо оценивать стратегии понятно что есть стратегии в которых 6% за полгода это мало то есть вон крипта как гуляет да то есть можно вбиться на 100% в крипту и у тебя будет счет гулять на десятки процентов в неделю что вверх что вниз но там другие критерии оценки тоже то есть риск со размером доходности любую стратегию когда оценивают смотрят по законам какого жанра она сделана вот нашу стратегию если посмотреть там же что очень важно да ну вот график я демонстрирую уже с определенного момента когда накопилась история у нас давайте еще раз покажу просто чтобы было тоже такой коль у нас пошел такой разговор ну да надо показать в том числе и критерии оценки любой стратегии ну вот наша стратегия видно сейчас да да видно хорошо вот график нашей стратегии то есть что мы видим она вообще не была в минус это это важный критерий да то есть для меня это вообще главный критерий что риски минимальные ну пока де-факто да если рынок рухнет в два раза завтра то конечно стратегия в минус улетит но там мы будем дальше анализировать уже исходя из длительной истории как она будет себя вести в моменты кризисов после кризисов и так далее но сейчас вот мы видим то что видим а стратегия в минусе не была ни разу при том что нельзя сказать что рынок растущий мы торгуем очень разные рынки с вами да и какие-то из них растущие какие-то из них не растущие ну евро уж точно не растущие потому что с момента как нам ее дали она фактически только падает вот по 21.6 мы ее взяли она уже в 18 падала и в 17 кое-как вышла там нам в плюс потом опять рухнула точно не растущая история ну что еще у нас тут есть ну биткоин да мы с вами брали с момента как мы брали его по 35 он сейчас ниже по 55 мы брали он ниже мы почему растем потому что мы с прибыли закрываем сделки вот в чем вопрос то есть не в том что мы сели и катимся на тренде наверх ничего подобного мы закрываем сделки с прибылью поэтому у нас формируется как бы доход ну вот ну многие здесь посмотрите если в истории многие акции там и активы которые мы брали потом падали гмк мы брали по 26 он рухнул 21 после этого мы по 23.85 разбавили потом разбавление закрыли с прибылью дождались первоначальной нашей позиции тоже с прибылью закрыли сейчас гмк ниже вот то есть это не buy and hold точно поэтому приравнивать его к растущему рынку просто неправильно у нас просто идет постоянное закрытие положительных сделок с короткой прибыли достаточно с короткой прибыли на сделку вот так формируется наш результат собственно мы видим не только что никогда портфельной бомбинности мы видим шарпа еще да то есть мы видим просадки они тоже очень небольшие вот просадка вот просадка да это все относительно даже даже можно убрать вот эти вот проценты просто визуально видно что просадки относительно всего движения графика они пока небольшие то есть пока шарп очень хороший ну многие оценивают по шарпу я достаточно скептически отношусь к шарпу да мне важно в принципе на каких ну на каких правилах устроена конструкция если она берет стоп-лоссы вот то шарп не шарп у нее большие проблемы будут на длительном отрезке просто по от ожидания да у нас отрезок пока очень короткий но вот то что имеем можем анализировать ну и пока пока придраться не к чему при всем желании вот если бы я очень захотел придраться к этому графику он был бы чужой я ни к чему придраться не могу потому что если бы это была бы доходность 6% но график вот так вот колебался бы да и вот там минус бы залетал и вот на 6% ну это ни о чем а когда это вот так вот формируется ну здесь есть за что глаза зацепиться ну вот скажем так поняли вас Илья спасибо большое давайте остановим демонстрацию рабочего стола спасибо вам за ответы на вопросы спасибо за подробный рассказ по портфелю по заявкам желаю вам успешной торговли и хорошего настроения спасибо за внимание подписывайтесь на наши ресурсы вступайте в союз всем удачной торговли до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания